Здесь поступила информация о том, что наш мир является грибной галлюцинацией. И мы все живем внутри этой самой галлюцинации. Проверить мы это пока не можем, но мы можем проследить за рулей грибов в развитии нашей цивилизации. Возьмем обычный гриб классической формы. Врастая, он выбрасывает свои семена, споры. А теперь посмотрим, есть ли у человека какая-то схожесть с грибом. Внешне он на гриб не похож, но его оплодотворительный орган напоминает свои формы гриб и также выполняет функцию выбрасывания семени. Теперь посмотрим на достижения человечества, которые представляют собой грибную форму. Посмотрим на архитектуру с куполами. Купола напоминают форму гриба и выполняют функцию распространения религиозного семени на умы людей через их зрительный аппарат. Церковные колокола также имеют форму шляпки грибов. И они распространяют свои своеобразные споры через звуковые вибрации. Теперь возьмем более позднее достижение человечества – это ядерная энергия. Продукт выброса ядерной энергии представляет собой как раз форму гриба, которая сеет семя радиации. И посмотрим на самое позднее достижение человечества. Оно не имеет форму гриба, но оно позволяет нам понять нашу грибную сущность. Это телескоп Хаббл. Он смотрел далеко в космос и не обнаружил никаких объектов, похожих внешне на грибы. Но он обнаружил бесчисленные множества галактик, которые своей формой напоминают форму грибных спор. То есть получается, что каждая галактика является одной грибной спорой. И огромный взрыв, который предшествовал созданию нашей Вселенной Биг Бэнга, как раз и был выброс всех этих галактик из совершенно гигантского гриба. Так что в мире науки уже нет никаких сомнений, что наш мир имеет грибное начало. И мы все живем внутри грибного семени и являемся частью грибной системы. Грибной системы